Друзья, и мы должны об этом молиться. Слава Богу! Пусть Бог всех нас благословит, чтобы мы любили нашу страну, совершали молитвы, как написано об этом в Слове Божьем. И я верю, что Господь будет благословлять нас, даст нам процветание нашему миру. Слава Господу! Пусть Бог всех благословит нас. Я приветствую всех, кто присоединился к эфиру, кто присоединился к нашему телеканалу, на котором транслируются наши проповеди. Я хочу сегодня делиться темой проповеди, которая называется «Вдохновение или откровение?» Вдохновение или откровение? Я думаю, наверное, мы все в какой-то мере переживаем вдохновение. И, наверное, вдохновение, они основываются на каких-то чувствах, ощущениях. Зависит от нашего настроения, да, может быть, от каких-то событий, с которыми мы сталкиваемся в жизни. А есть еще откровение. И я думаю, что, может быть, кто-то недавно ходит в церковь, и вы часто слышите это слово «откровение». Кто-то из проповедников называет слово «рэма». Ну, может быть, не всегда понятно, да, что означает это. Но на самом деле это очень просто. Это откровение, и откровение – это слово Божие. Если вы будете читать Библию, вы увидите, что откровение мы называем «Слово от Господа». И мы знаем, что вначале было слово, помните, да? И мы читаем, когда доходит до такого момента, что слово стало плотью. Словом также называется Иисус Христос. Он пришел как благая весть для нас, как спасение для каждого верующего человека. Поэтому мы должны запомнить это очень простое понимание, это понятие, да, когда вы слышите слово «откровение», это говорится о Божьем Слове. Я немножко хочу сегодня поговорить о Божьем Слове, об откровении. Друзья, я уже сказал, что вдохновение, в основе вдохновения лежат какие-то наши, ну, наши эмоциональные, наверное, состояния. В откровении же, да, лежит решение. В откровении заключен некий процесс, и мы сегодня об этом поговорим. И мы, как верующие люди, мы не должны строить свою веру на эмоциях. Мы не должны строить свою веру, вот, если у меня есть настроение, я буду идти за Богом. Если у меня настроения сегодня нет, тогда я не буду продолжать свой путь. Или когда идет речь о посещении своей церкви, о служении. Мы знаем, в Слове Божьем написано, не оставляй своего собрания, правильно? Что это такое? Это есть откровение, это Слово Божье. Что мы делаем? Мы берем это Слово Божье, и мы следуем за Ним. Сегодня в этом мире очень много строится на вдохновении. Я бы назвал время полуфабрикатов, знаете. Сегодня все так делается, что не важно, не важно, не важен процесс, не нужно вникать в процесс, да. Сегодня, вот, важен конечный результат. И очень много разных инструментов, в том числе финансовых, да, экономических, которые говорят, вот прямо сейчас не нужен никакой процесс, не вникать, ни чему учиться. Ты можешь сразу достичь результата, очень быстро, да. И мы иногда, видя вот этот конечный сразу результат, мы вдохновляемся этим и уже принимаем какие-то решения. И, к сожалению, я говорю о себе, некоторые мои решения, которые были основаны на вдохновении, на вот этом, знаете, ну, каком-то минутной эйфории, да, вот этом желании чего-то получить, то, когда ты это приобрел, получил, достиг, оборачиваешься, смотришь, вроде бы не совсем-то и была нужна эта вещь, да. Уже приходит тогда реальность, да, и совсем по-другому все становится. Поэтому, друзья, вдохновение, да, оно временно, оно не постоянно. То есть, когда мы можем даже вдохновляться обстановкой, можно вдохновиться прославлением в церкви, можно, некоторые люди, вы, может быть, замечали, когда они приходят в собрание, находятся какое-то время в служении. И вот эта атмосфера, духовная атмосфера, которую здесь мы имеем с вами, она тоже вдохновляет человека, да, и некоторые выходят на покаяние и делают шаг ко Христу. Но мы видим, что за этим действием не было откровения, да, не было вот решения у этого человека. Это было просто на эмоциях, потому что все так делают, и я так делаю. Но в дальнейшем мы видим, что это не приносит плод, не приносит никакой результат в жизни человека. Точно так же со Словом Божьим мы слышим это откровение, но если мы не принимаем его, не начинаем действовать, в нашей жизни также ничего не меняется и ничего не происходит. Друзья, смотрите, давайте мы откроем первое место Писания, Евангелие от Луки, 5 глава, 4 по 8 стих. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудили всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Друзья, какой процесс заключается в откровении? Во-первых, мы видим, что Иисус, находясь в лодке Петра, он обращается к Петру, и он говорит, что нужно сделать. Это и было откровение, да? Мы слышим откровение, друзья, мы слышим откровение приходит от Иисуса Христа. Что в этом откровении было? Какая задача? Он говорит, закинуть сети. Но мы знаем, что мы видим ответ Петра, что он говорит, в это время по-человечески, вот они были очень опытными рыбаками, и в это время невозможно было уже поймать рыбу. Потому что время, когда рыбалка шла, оно уже закончилось. Это была ночь, это было раннее утро, да, еще какое-то, ну, определенное время. Но когда это Иисус говорит к нему, то Петр говорит, мы трудились всю ночь, да, но мы не смогли ничего поймать. Но что происходит дальше? Первое, когда мы слышим откровение, когда ты слышишь проповедь, когда ты сам читаешь Божье Слово, когда ты слышишь это откровение, Слово от Господа в своей молитве, друзья, самое важное и самое главное, его нужно принять. С этого все начинается. И очень часто я замечал, что Слово Божье, вот смотрите, то откровение, которое Иисус направил к Петру, сказал Петру, оно, посмотрите, оно абсолютно, оно было против всей человеческой логики. То есть по-человечески, исходя из всего опыта, который имел Петр, профессиональный рыбак, все те были, кто рядом, оно, посмотрите, оно не соединялось, оно не шло, ну, оно шло в разрез тому, что, тому опыту, который имел этот человек. Точно так же и мы с вами, когда ты сидишь в церкви, когда ты находишься в церкви, когда ты слышишь Слово Божье, очень часто, и я хочу сказать о своей жизни, очень часто, когда Слово Божье приходит в твою жизнь, очень часто оно противоречит тому даже, что ты планировал, или, может быть, тому опыту в твоей жизни, который ты уже имел ранее. И самая проблема, вот именно в начале очень многие люди, они не принимают Слово Божье. Знаете почему? Потому что Слово Божье не соглашается с его намерениями, с его уже принятым решением. Очень часто бывает так, что люди приходят к пастору на консультацию по каким-то вопросам, но человек приходит, он говорит тебе свою проблему и нужду, но он не готов услышать ту рекомендацию, которую пастор имеет на основании Божьего Слова. Почему? Да потому что человек пришел рассказать тебе свою нужду и рассказать, как он решил ее, уже все, у него уже есть ответ на эту нужду. Только чтобы ты сказал, да, подтвердить. Но Слово Божье, мы знаем, оно никогда не идет на компромисс. Откровение Божье, оно не имеет земной природы, оно приходит с неба. Оно приходит от Иисуса Христа, оно приходит от Господа в твою жизнь. И оно очень часто не соглашается с тем, что мы желаем, как мы желаем поступить. Следующий процесс, который происходит после, если ты сегодня принимаешь Слово Божье, друзья, то следующее мы должны его исполнять. Посмотрите, Петр, я представляю, чего стоило этому профессионалу послушать просто проповедника, да? Вот вы знаете, иногда мы недооцениваем, кто был Иисус Христос, если поставить Петра и Иисуса Христа. Петр профессионал своего дела, Иисус Христос был тоже профессионалом, его так и звали, учитель. Рави, помните, да, мы читаем, к нему обращаюсь. Но он не был учителем, который учит, как ловить рыбу, да, как этот, тренером. Он не был этим тренером. Посмотрите, насколько, я и говорю, почему иногда нам сложно принять Слово Божье. Вы помните, когда Иисус приходил в некоторые селения, там написано, они не принимали его там, потому что одежда в нем была не по моде, в той местности. Точно так же, ты приходишь в церковь, выходит какой-то проповедник, и ты оцениваешь уже его, да? И ты уже внутри сам ставишь стены, говоришь, нет, сегодня я ничего не получу, потому что, а вот этот человек выходит, я буду получать. Слово Божье, друзья, откровение, оно приходит в разных видах, по-разному. Иногда бывает, у меня бывало так, что проповедуешь проповедь, там, 20 минут, 40 минут, и кто-то подходит, и подходит к тебе после служения, говорит, слушай, хорошее было Слово, и ты, наверное, ты начинаешь так анализировать, думаешь, где, ну, что было для этого человека, где это была вот, ну, та тема, наверное, которую я рассказал. Он говорит, да нет, помнишь, ты вначале просто упомянул там что-то, и он говорит, это было так важно для меня, думаешь, подожди, 40 минут проповеди, 40 минут ты открываешь тему, а человек, ему было достаточно что-то вначале, просто пример, который ты даже не думал говорить о нем. Это и есть откровение, друзья, Слово Божьего. И мы, понимаете, проблема, первое, принять, смириться, потому что тот, кто передает это Слово Божие, он может не соответствовать твоим представлениям, твоим планам, твоему. Ну, знаете, мы же иногда как думаем, мы лучше знаем, чем Бог, да? Мы за Него, мы всегда Ему пытаемся помогать. Нам кажется, что лучше, как Ему лучше сделать, чтобы Он нам помог. Но у Бога есть свои планы. И Его откровение приходит там, где нужно Ему приходить, нужно в лодке, нужно на берегу. И неважно, кто принесет это откровение в твою жизнь, оно должно соответствовать Божьему Слову, это важно. Итак, Петр, мы видим, он смиряется, и он от проповедника, он принимает решение, он принимает это Слово, и он принимает решение. Я сделаю это. Хорошо, учитель, по твоему Слову, я сделаю это. По твоему Слову, то, что ты мне сказал, я сделаю это, друзья, это подчеркнуть нам нужно, вот просто вписать в скрижали нашего сердца. Я это сделаю, Господь. Пусть это противоречит всему, что я вижу. Я уже сети почистил, я все помыл, я все свернул, я уже готов пойти домой, просто лечь, уснуть и не забыть этот день, чтобы скорее начался новый. Потому что я не получил успеха в этом дне, мы не достигли никаких целей. Но по твоему Слову, Господь, я это сделаю снова. Вот чего нам иногда не хватает, друзья. Мы сегодня нету дефицита в Слове Божьем. Сегодня откровение звучит, вы знаете, уже просто из всех источников информации. Телевизор включаешь, проповедь Слову Божию. В церковь приходишь, столько сегодня стол просто, простите, ломится от этих духовных явств нашей жизни. Но знаете, в чем проблема? Принимаем ли мы и поступаем ли мы по этим откровениям? Вот в чем сегодня, наверное, сложность. Очень много всего есть для нас, для нашей жизни. Бог очень сильно сегодня открывает нам свое Слово. Свобода сегодня проповеди Евангелия. Но сегодня другая проблема. Мы имеем множество откровений, но поступаем ли мы по этим откровениям? Иногда в нашей жизни приходит время застоя, и человек начинает думать, что не так в моей жизни? Нужно что-то новое, свежее получить? Нет. Иногда нам нужно исполнить то, что ты получил вчера, чтобы пойти дальше. Потому что я скажу, что у откровения есть еще очень важная часть. Первое, я сказал, принять его. Второе, пойти за ним, поступить. Это хорошие примеры. Авраам, вы помните, когда приходит откровение в его жизнь, приходит Слово от Господа, что он делает? Он наставляет все, и он начинает идти за этим откровением. Когда мы читаем многие другие, вот сейчас много-много историй, когда приходит Слово от Иисуса, и люди начинали это делать. Есть еще третья часть, друзья, измениться. Откровение, оно призвано нас изменять, друзья. Вдохновение, оно не меняет человека. Вдохновение, оно просто поднимает наше настроение, или я не знаю, что там поднимет. Или наоборот, настроение нас приводит к вдохновению, или вдохновение поднимает настроение. Я не знаю. Но откровение, друзья, у него есть задача. У Слова Божьего есть одна задача очень важная. И до этого очень часто, я признаюсь, мне тоже не всегда легко дойти. Хорошо, Господь, принял, сделал, давай, да? Мы же так думаем. Все, давай, я принял, ладно. Приму, Господь, сделаю. И потом к пастору приходит. Пастор, дереза, почему нету? Почему не получилось? Почему ничего не произошло? Друзья, потому что у откровения есть задача нас изменить. И мы, когда читали эту историю, посмотрите, что произошло с Петром? Что с ним произошло? Выйди от меня, Господи, потому что, что? Я грешный, я человек грешный. Что произошло, друзья? Что произошло после этой успешной рыбалки с этим человеком? Самое важное и самое главное, не внешние изменения, друзья. Знаете, вдохновение, я бы сравнил это с внешними изменениями. Просто человек вдохновился, он надел красивую одежду, он может сделать прическу, потому что он вдохновлен, у него прекрасное настроение. Но вдохновение, к сожалению, не меняет наше внутреннего состояния, нашей внутренней сущности. Почему? Потому что это целый процесс, понимаете? Это нельзя вот так. И почему некоторые люди, приходя в Дом Божий, в церковь, они вот под этим вдохновением, они слышат, возьми, прими, сделай. И он начинает все, принял слово, сделал и ждет, чтобы мгновение, за одно мгновение что-то получилось, что-то пришло, изменилась семья, то, то, работа, еще какие-то вопросы. Да, я согласен. Иногда что-то происходит быстро в нашей жизни, но очень часто это быстрое, оно не меняет нас. Оно не меняет нас. Изнутри мы остаемся прежними, получив, быстро достигнув чего-то. Посмотрите, например, блудного сына, мне так очень нравится эта история, столько много я в ней вижу откровений. Посмотрите, то богатство, имущество, которое получил блудный сын, разве оно изменило его сердце? Нет. Нет, оно не поменяло его. Внутри те, то, что было внутри этого человека, оно, и то имение, которое пришло в его жизнь, что произошло, оно просто показало его внутреннее состояние. Точно так же и у нас. Иногда мы приходим к Богу, и мы просим у Него, мечтаем о чем-то. Господь, дай мне, дай мне, скорее, я нуждаюсь в этом. Посмотри, я уже жить без этого не могу, сегодня мне нужно. И человек получает, но сегодня идет этот человек за Богом. Продолжает ли он служить сегодня Богу? А я смотрю на некоторых из вас, и в том числе и себя не отделяю. Иногда мы что-то просим сегодня годами. Но посмотри, и не получив, я вижу, как вы служите, как вы продолжаете идти за Богом, как вы любите Его. Вы знаете, Бог нам это не дает не потому, чтобы у нас держать, чтобы мне это, знаете, как некая такая цепочка. Нет, пока ему не дам, чтобы не ушел, пусть он... Нет, друзья, почему сегодня мы что-то не получаем? Потому что в это время происходит самое важное, самое главное, мы внутри изменяемся. Это время ожидания. Да, мы прочитали здесь моментально, закинули, наловили, набрали полный и поехали. Нам всем там хочется, очень сильно хочется моментально получать. Но мы знаем многие истории в Библии, которые повествуют там о том, что люди ожидали. Кто так говорит, вот евреи ходили по пустыне, и это было 40 лет, если посмотреть на карты, на самом деле они были очень близки в самом начале, вот этой земле обетованной. Но если вы подумаете, посчитаете внимательно, тот путь, который они проделали, он не был случайным. Знаете почему? Потому что эти 40 лет, в эти 40 лет, откровение Божие, оно изменяло этих людей. Понимаете, нельзя было им с тем сердцем, с которым они вышли из Египта, сразу войти в эту землю обетованную, потому что они бы там устроили этот Египет. Эти 40 лет, они были нужны. Они были нужны эти 40 лет. Для чего? Для того, чтобы изменить сердца людей. Братья и сестры, дорогой мой друг, если ты сегодня начал свой путь за Христом, я хочу сказать тебе, что-то может быть, да, Бог даст тебе очень быстро, и Он это сделает, Он может за секунду что-то дать. Но я знаю одно, что будут многие вещи в твоей жизни, за которые нужно будет ожидать, научиться терпеть, научиться смиряться, научиться любить Господа не за то, что у Него есть, а просто Его любить. Быть верным своему Слову, своему служению, быть верным Господу. Это процесс, друзья. Откровение, оно желает изменить нас. Откровение, оно не просто желает обогащать нас и давать то, чего у нас нет. Откровение, у Него есть задача. Сделать меня другим. Я вижу, когда Петр, он получил это откровение, когда он покаялся, вот этот был момент, выйдя, это было осознание, что Петр осознал, что это стоит Христос, это стоит Господь перед ним. И он осознал свое положение перед Богом, что он был самый, он говорит, я грешный, я не достоин, чтобы ты находился в этой лодке. Вот он главный, вот главное, для чего нужно откровение, друзья. Вот для чего сегодня нам нужно Божье Слово. Обличать нас и изменять нас. Когда мы находимся на собрании, друзья, когда мы читаем Слово Божье, когда мы в молитве находимся, когда мы получаем Слово Божье, мы должны понимать, его задача не просто нам что-то давать, но чтобы нас изменять изнутри, чтобы нас приводить к покаянию, обновлению, открывать нам наши недостатки и получать благословение от Бога в виде помощи для того, чтобы мы могли изменяться. Вот для чего нам дается откровение, друзья. Я уже сказал, посмотрите, откровение это процесс. Оно не всегда быстро все изменяет в нашей жизни, но иногда на это требуется время. Откройте, пожалуйста, Исаия 55 главу, с 10 по 11 стих мы с вами прочитаем. Исаия 55 глава, с 10 по 11 стих. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно и совершает то, для чего я послал его. Друзья, как это Слово будет совершать? Как будет Слово? Смотрите, мы видим, что Слово Божие показывает, что это процесс, это не за одну минуту, это не мгновенно, друзья. Почему я об этом говорю? Потому что я сказал уже сегодня в этом мире все вот в такой скорости, да? И кто быстрее вот что-то даст, какой-то продукт, тот и как бы успешней. И мы как верующие люди, мы должны понимать, мы посещаем Дом Божий, мы сегодня идем за Богом, мы должны понять, Бог, он не, вот это не Макдональдс, это не KFC, да? Это не какие-то заведения, где очень быстро что-то... Нет, Бог желает работать с нашими сердцами. Вот Его задача, Его Слово, и Он поэтому говорит, Мое Слово, оно так, это как круговорот воды, да, в природе. Он говорит, дождь приходит, потом земно поет, потом оно плод дает, потом снова, и вот у меня вопрос, как же оно будет исполнять? Как оно будет исполнять то, что Господу угодно? А я вам хочу сказать, оно будет это делать через нас. Мы получаем это Слово, оно приходит с неба в нашу жизнь, и оно начинает работать, производить свою работу через кого? Через нас. Мы являемся этим инструментом, который задействован в работе Божьего Слова. Это в откровении я. Пусть нас все Господь благословит. Друзья, не торопите Бога, и сами старайтесь не спешить. Потому что иногда мы очень сильно пытаемся торопиться. И иногда мы делаем ошибки, забегаем вперед. И мы знаем, это было в жизни Авраама и Сары, вы помните? Когда Господь им сказал, у вас будет много детей, и они спешили. Очень хотелось помочь Богу, и мы знаем, что у них родился Измаил. Точно так же бывает и в нашей жизни. Слово Божье – это процесс. Еще в Евангелии от Луки есть очень интересное местописание. в 6 главе 46-49. Откройте, пожалуйста. Евангелие от Луки 46-49. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. «Старк, что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился и разрушение дома сего было великое». Посмотрите, интересно. Опять это процесс. Вы видите, что это не замгновение. Слово Божие говорит, исполнять, когда мы исполняем Слово Божие, оно сравнивает, что это углубляться и закладывать фундамент. Вчера мы с сыном работали и копали яму. Мне вот руки даже тяжело, знаете, сжимать. И я когда копаю эту яму, я вспоминаю вот это местописание. Он говорит, исполнять Слово Божие, это то же самое, как углубляться. Ну, кто-то скажет, конечно, экскаватор взял. Это вот полуфабрикаты сегодня. Время такое. Все можно решить, да. Но на самом деле Слово Божие, оно говорит, мы должны понимать, о чем оно говорит, да. Это большой труд. Исполнять Божие, принять и начать его исполнять, это непросто. Это словно укубиться, это словно, это проделать большую работу. Это всегда стоит огромных сил. Но результат, друзья, какой? Какой результат исполнения Божьего Слова? У нас есть основания. Штормы, бури, неприятности, трудности, кризисы в нашей жизни. У нас будет крепкое основание. И то строение, которое мы поставим, будь это наша семья, наша работа, наше служение, и то, что мы поставим на это основание, друзья, оно не поколеблется, слава Господу. Оно не поколеблется. Когда я встаю на Слово Божие, когда я начинаю его исполнять, я ставлю крупное, сильнейшее основание в своей жизни, на котором я могу уже устроять все остальное. И это основание, оно будет способно держать, друзья, любые бури мы будем проходить, потому что это основание и есть Иисус Христос. Аллилуйя. Он и есть наша победа, друзья, он и есть наш ключ к успеху, это и есть Иисус Христос. Это и есть Божье Слово, которое мы берем, используем его, пользуйся этим Словом Божием и приходим к результату. Очень интересно, что здесь написано, человек, который не слышит, но не исполняет, он строит на земле. Что такое строить на земле? Это временно, значит. Человек, который не планирует находиться долго, человек, который, его там ничего не держит. Когда человек заливает фундамент, это что означает? Он будет там надолго, правда? Это дорого, потому что. Это трудно, это сложно. А человек, который просто на земле, это палатка. Сегодня здесь, завтра там. Сегодня там любви мало, потом в другом месте любви мало. Человек, который на эмоциях. Палатка, она хорошо на эмоциях. Ну, когда сильно долго в ней живешь, тоже уже заканчиваются эмоции. Уже хочется в дом, на фундаменте. Эмоции. Это просто временное состояние, да? Некая эйфория. Сегодня очень много на эмоциях. Мы не должны строить нашу веру на эмоциях. Мы не должны служение наше основывать на эмоциях. Радостно я служу Господу. Трудности я не могу тогда, мне нужно переждать. Друзья, написано, штормы, бури придут, ветра придут, он будет стоять. Потому что он заложен на Божьем Слове. Там у него основание есть Слово Божье. У него основание есть откровение от Господа. Пусть нас всех Господь благосовит. Пусть каждому Бог нам даст мудрости, чтобы мы читали больше в церкви, когда ты слышишь. Принимай его. Наполняйся этим словом. Начинай его применять в своей жизни. Да, трудно. Как фундамент заложить, как углубляться. Очень трудно. Но зато потом, знаете, когда ты смотришь, уже когда ты построил, вот тогда и вдохновение приходит, да? На результат, который ты имеешь, результат в своей жизни. Пусть вас всех Господь благословит. Я еще хочу некоторые моменты сказать. Уже после эфира. У нас эфир закончился. Слава Богу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...